Я родился в 1980 году и 11 лет прожил в СССР. Это было особенное время. Все было как-то легко. Все друг друга знали. Одни и те же люди в одних и тех же квартирах жили по много лет. А может и сейчас живут. Тащат за собой прошлое. Помню старое кладбище, где были похоронены многие знакомые мне бабушки и дедушки со двора. Воспитателей в детском саду. Преподавателей в школе. Жил я в Украине, в городе Донецке. И хотя уже много лет живу в Москве, своим домом считаю именно Украину. Раз в год я приезжаю туда повидаться со старыми знакомыми и родственниками. Кажется, там ничего не изменилось. Все те же старые соседи, все те же старые продавцы в оставшихся еще с советского времени магазинов. Все уже лет за 50-60. Что больше всего мне запомнилось с детства, это моя школа. Это была незабываемая пора. Я учился в очень неплохой школе с достаточно интересными людьми. Там была моя первая девушка. Там же первые друзья. Больше всего мне запомнились младшие классы. Это было весело. У нас еще не было ни телефонов, ни приставок, ни всего прочего. Веселье современных детей никак не сравнится с нашим весельем. Шикарное время было. Но там же у меня был один не самый приятный случай. Тогда я в первый и, надеюсь, последний раз в своей жизни столкнулся со сверхъестественным. И не могу забыть это до сих пор. Учился я, наверное, в шестом или седьмом классе. Мне было 12 лет. Как всегда с пацанами гуляли допоздна. Тогда все было освещено. И вполне безопасно. Родители отпускали. Время было примерно половина одиннадцатого вечера. Мы сидели во дворе и травили байки про призраков. Я во все это слабо верил и особо не пугался. Да и юношеский максимализм давал о себе знать. Не боялся ничего. Ну и как-то между нами завязался спор. Недалеко от моего двора стояла одна школа. Она была в очень плохом состоянии. Да и условия обучения тоже были ужасные. Цель была такой. Нужно забраться в школу с парадного хода. Пройти мимо сторожа. Забежать на третий этаж школы. Всего их было три. Открыть окно и выглянуть из него. В школе при этом была кромешная темнота. Делалось все это просто на слабо. А так как я очень не любил чувствовать себя слабым или давать другим повод для сомнений в моей смелости, то я вызвался пойти туда. Как только я согласился на это, то сразу почувствовал, как вырос мой авторитет среди парней. У нас была компания из семи человек. При этом я мог еще и подшучивать над другими. Мол, трус ты, слабак, боишься. И это вызвало у меня приятное чувство превосходства. При том, что в школе в первых классах я был жертвой сильной травли. И я на этой волне пошел в старую школу. Стоя на веранде возле двери, я посмотрел в окно. Сторож спал у себя за столом. При том очень крепко. Я осторожно открыл дверь и пробрался в вестибюль. В положении лежа я по-пластунски пополз мимо сторожа, зашел за стену и встал на ноги. Мои друзья уже ждали меня во дворе возле окна. Я должен был действовать. Сейчас я был на первом этаже возле кабинета директора. Было очень темно, а фонарика с собой не было. Я на ощупь пробрался к лестнице на второй этаж. Через три минуты я был уже там. Шел очень медленно. Ибо одно неправильное движение, и я мог свалиться или споткнуться. Ибо тьма была кромешная, хоть глаз выколи. Дошел так до второго этажа. Еще спустя десять минут поднялся на третий. Как только я ступил на третий этаж, снизу послышался крик одного из моих друзей. «Убегай скорее! Беги вниз!» Мне стало тревожно. Как только я начал спускаться, я услышал крик со двора, с противоположной стороны. Несколько окон были открыты. Кричал тот самый друг, который только что меня звал назад. «Стой! Никуда не иди! Стой на месте и не двигайся!» Вот тут я уже не просто испугался, а грубо говоря, обделался. Это было чертовски страшно. Внизу послышался еще один крик. «Да беги же ты! Я тут! Не слушай никого!» Я не знал, что мне делать, кому верить и куда мне бежать. Спускаться или прыгнуть в окно. Я не знал, где мои настоящие друзья. Просто стоял и плакал. Опять раздался крик снизу. «Во дворе никого не стоит! Мы все стоим здесь!» Тут же послышался голос еще нескольких парней из нашей компании. «Мы все внизу! Не подходи к окну! Не надо! Мы поднимаемся!» Вдруг раздался дикий рев, и вся компания хором крикнула «Беги!» Я истерически заорал и просто побежал вперед, не глядя в окно. Я не спускался, не слушал обе стороны, а действовал наперекор обоим сторонам. Снизу кто-то поднимался. «Не подходи к окну! Не иди вперед!» Говорили оттуда. Одновременно с этим послышался крик из окна. «Прыгай!» Я уперся в тупик. Снизу поднимались. Я кричал и плакал. Вдруг я нащупал ручку двери. В конце коридора была дверь. Я открыл ее и быстро захлопнул за собой. Оказался в какой-то подсобке. Тут были ступеньки на чердак и спуск в подвал. Я, недолго думая, полез на чердак, а через него вылез на крышу. И тут меня едва не хватил удар. На крыше сидела вся наша компания. Я заорал. «Не подходите ко мне!» Один из друзей подбежал ко мне и, ударив со всей дури в плечо, прошипел. «Заткнись! Ты совсем придурок?» Мы залезли сюда по пожарной лестнице, как только услышали, что тебя кто-то зовет в школе. Я удивился. «Стоп! А кто же возле окна стоял?» «Да мы даже подойти туда не успели. Сначала пошли за школу, хотели обойти, а потом услышали наши же голоса и жутко испугались». «У меня был шок. Настоящий шок». «Голоса внизу затихли, но мы все равно боялись смотреть вниз». Так и сидели до семи часов утра, пока на улице не начали ходить люди. Некоторые даже заметили нас. Мы слезли с крыши и больше никогда не вспоминали эту историю вслух. А я запомнил ту ночь навсегда. Субтитры создавал DimaTorzok